друзья приветствую роман из краснозаводска московская область прислал посылку с образцами масла мобил супер 3000 x 1 540 полнозольная вот описание романа сейчас я вытащу вам покажу так смотрите это рено дастер масло здесь небольшое пояснение снизу я потом его озвучу ну так любопытный получился тест давайте посмотрим нетипичный для рено скажем так очень-очень нетипичный вот две баночки свежая отработка они подписаны их очистил распаковал ну и можно приступать образец данного масла у меня уже был создан поэтому я проверю свежее масло от романа вот сейчас прибор хоть проверяет чистоту окон измеряет фон и сравню потом значит свежая с эталоном в эталоне напомню 9 и 8 щелочное 166 кислотное так прошу прощения у меня там опять строительные работы где-то параллельно идут не обращать внимание так закладываю свежее масло пометил ему как новое и смотрите 124 по противоизносным присадкам 11 и 6 щелочное и 188 кислотное такое впечатление что другое масло поэтому я вот значит вы включил спектр в начале в районе тысячи есть явные отличия сейчас я увеличу этот диапазон покажу вам то есть здесь не понимаю вот видите да красное и черное то есть два образца достаточно сильно различаются я думаю что это не mobile 1 это какое-то масло не знаю недорогое скорее всего может быть как для коммерческой техники какой-то вот роман сказал что купил в магазине которые торгуют запчастями для форда проверку причем масло прошло что удивительно ну и давайте посмотрим раз уже есть образцы давайте посмотрим что стало с этим маслом неизвестным вот закладываю отработку это у нас равно даст от 14 года двухлитровый атмосфер 135 сил 95 тысяч пробега и около пяти средняя скорость ну понятно 60 тут под большим вопросом значит смотрите 99 по противоизносным растет кислотная достаточно так активно значит три кислотная 8 и 3 щелочное в общем-то масло еще живое сажи пять сотых в принципе так показывает о том что уже масло поработало вот ну в общем то она живое но здесь непонятно со средней скоростью не моточасов не средней скорости нет но вот 60 я как бы критически отношусь роман написал что 10 километров в час он едет с утра по трассе и вечером но для примера у меня когда средние 50 у меня максимальная 120 вот так ну в программ и такой в общем то без пробок если я еду так давайте покажу вам самое поразительное что в этом есть масле и в этом двигатель в общем двигатель такие рыношные крепкие обычно они хорошо переваривают масло и работают прилично но видите да здесь вообще какая-то сумасшедшая разжижение топлива попадает очень много ведь это примерно на там 130 135 процентов от максимального возможного проблема есть большая сейчас я озвучу свои варианты да не забывайте отметить данные видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео ну и покажу вам сейчас оценку ресурса но к сожалению только в километрах ну и смотрите значит по моющим нейтрализующим свойством общем ты неплохо да почти 11000 видно все таки что это высокая средняя по ней трава нею 12700 тоже ничего а вот вязкость конечно провалилась и провалилась давно 3700 здесь очевидная проблема с мотором мне видится два варианта значит роман написал там в пояснении что значит до 75000 то есть 20000 назад он использовал масло эльф постоянно с салона и так понял не знаю где он приобретал и вот на 75 тысячах была поездка на юг и начался масло жор пришлось доливать роман написал литр масла тут такой вариант значит или это поломка какая-то например форсунка сломалась и льет маслом не знаю что там можете не случиться но в любом случае роману я бы рекомендовал снять форсунки проверить распыл проверить ну как бы работоспособность и второй вариант что роман где-то покупает в одном там месте и место это стрёмное которое торгует контрафактом но на примере этого мобила вот и используя постоянно контрафакт он уже может быть залепил я не знаю кольца хотя роман пишет что расхода нет ну расхода нет понятно здесь расхода нет здесь актуальный вопрос растет ли уровень на щупе я думаю что он должен расти и немало в общем то топливо наливает будь здоров в машину и это при условии что это трассовый пробег трассовый пробег масло должно выпаю топливо должно выпариваться но здесь мы видим что его наливается настолько много что она даже не выпаривается но скорее всего да это все-таки поломка форсунки надо ее проверять надо разбираться с этим потому что это ситуация опасная и мотор может приказать как говорится долго жить то есть скоро может сломаться очень опасная ситуация роману настоятельно рекомендую проверить форсунки значит покупать масло в проверенных местах крупные торговые центры такие как лента метро что там есть папа соси нашим вот как правило у них не бывает контрафакта вот у них прямые поставки от представительства ну и смысла нет бренд портить вот такой получился интересный тест на мой взгляд благодарю всех кто посмотрел данное видео романа благодарю за предоставленные образцы за поддержку канала желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока